всем привет очередное познавательное видео для тех кто хочет хотя бы немного разобраться вылетки дом сейчас мы сделаем скрутку такую скрутку обычно делают в коробке либо если хотят удлинить кабель как лучше всего скручивать скручивать лучше всего правильно если вы будете придерживаться правила что фаза и 0 у вас во всей квартире там допустим во всем помещении идет одинакового цвета то скручивать коричневый и синий на удлинителях либо где-то в проводке не рекомендуется поэтому берем кабель и синий скручиваем синим что само по себе логично землю мы скручиваем землей ну и соответственно коричневый эта фаза мы ее скручиваем уже с коричневым что делать если у нас один кабель допустим не имеет такой расцветки в таком случае мы берем кабель с другой расцветкой скорее всего вместо фазы вместо коричневой там будет черная то есть черный цвет скручиваем с коричневой земля понятно ну и соответственно 2 идет на 0 как все-таки правильно сделать скрутку скрутку кабеля который у нас идет по квартире силовой то либо для освещения нужно делать по следующим правилам во первых мы зачищаем в районе двух с половиной трех сантиметров каждую живу предварительно обесточив на щитке кабель в которой подается электроэнергия далее мы начинаем скручивать еще на изоляции делаем первый виток для того чтобы у нас не обломался не обломалась наша жила если она примеру не многожильная далее скручиваем вторую начиная также скручивать ну и соответственно третью вместе изолентой сматывать концы даже за изолированные не рекомендуется потому что от такой скрутки самый простой кабель может греться и соответственно ваши изоленты либо поплавится либо придет негодность либо расплетется и будет кэзэ короткое замыкание для того чтобы сделать правильную скрутку нам нужно будет два вида изоляции одновременно одна тканевая одна обычная изоляция которая полимерная на следующем этапе нам понадобится еще кусачки и плоскогубцы кусачками мы откусываем лишнее и затягиваем саму скрутку подкусили и сглаживая подтянули ее еще сильнее между собой край откусили ну и соответственно подтянули далее очень важно если у вас есть хороший мощный паяльник от 65 ватт и выше можно и нужно пропаять эти скрутки можно воспользоваться примерами специальными которые зажимают вот но допустим самая простая скрутка делается далее следующим образом нам нужно будет изоляция сначала тканевая который мы делаем изоляцию провода полностью подрезаем лишнее наматывали мы вот таким образом теперь берем вторую и начинаем мотать в обратную сторону чем плотнее вы замотаете тем лучше будет она держаться для чего нужна вот это вот зеленая пластиковая там ну либо другого цвета изоляция и в обратную сторону для того чтобы ваша тряпочная изоляция имея свою пропитку не высыхала всего лишь на все вот и все вот у нас готова также и следующий если мы намотаем просто изоленту то при нагреве провода при плохом контакте или нагреве провода она просто оплавится и придется негодность поэтому так делать не стоит а стоит воспользоваться тряпочной изолентой ни в коем случае не лейкопластырем а специальной тряпочной изолентой которая имеет тканевый имеет пропитку на случай возгорания то есть она не загорится у вас ни в коем случае а всего лишь навсего может только лишь тлеть ну и сверху все это дело в обратную сторону заматываем уже нашей другой изолентой здесь есть маленький нюанс нормальные электрики для того чтобы добраться до места повреждения когда она будет со временем если не дай бог такое произойдет делают следующее а именно не рекомендуют потом все это дело таким же образом либо другим же образом сматывать вместе то есть местах коробки или там где вы в стене решили потом замуровать особенно если вы решили замуровать то каждую нужно будет обязательно пропаять и вот так развести предварительно рассчитав так чтобы при прикручивании плинтуса допустим либо других сторонних воздействий не проткнуть его саморезом либо гвоздем вот и все такое простое видео которое поможет может быть кому-то разобраться немного с проводами то есть Продолжение следует...